Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Привет, как дела? Серьезный день, ребята. Как настроение? Класс? Ценный фейк, и я дуже серьезно отношусь до нашей краины, до життя каждой людины. Вот здесь, понимаешь? Теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь, собач? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не есть. Из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты же знаешь, что я здесь? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика. Уважаемые журналисты, я прошу прощения, я не готов к этой приз-конференции. Как осоместить физкультуру, спорт, если хотите, изучение украинского мула? Первая причина, конечно же, они хотели бы видеть в президентах такого человека, как Василия Голобородько, с такими, самое главное, моральными ценностями. Второе, конечно же, это ответ всему политическому истеблишменту. Люди хотят что-то новое. А я тут ни при чем. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет, я был уверен, что Голобородько это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею Голобородько никакого... Я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполню. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым Роком. Для того, чтобы Украина была объединена, чтобы Украина была защищена, чтобы безопасность Украины не ставилась под вопросом. Потому что ценность Украины и единство... Я никакая не игрушка в руках Коломойской. Не был бы игрушкой, честно говоря, в руках ни одного из этих людей. Если вы человек из принципов, почему вы работаете для человека, который антикоррупционные авторитеты говорят, уничтожил все это из этих людей из этого страна? Все каналы у нас принадлежат олигархам. Все крупные предприятия принадлежат этим группам. Получается, что мы все люди в Украине, 40 миллионов людей, без принципов. Мы все работаем на этих предприятиях. Или теперь весь юмор будет про меня? Да? Про вас. Какие вы сволочи? Ладно, ребят.